Махсаголовскому центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, исполнилось 32 года. В честь памятной даты коллектив центра организовал большой праздник. Поздравить с днём рождения пришло много гостей. Среди них и наш корреспондент Виолетта Засимова. Здравствуйте, друзья! Угощайте, угощайте! Ой, спасибо! Оладьем и земляничным вареньем, да добрым словом, встречали своих многочисленных гостей воспитанники Махсаголовского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Среди приглашённых – шефы, социальные партнёры, ветераны и выпускники прошлых лет. К ежегодному событию ребята начали готовиться с октября месяца. Ставили музыкальные и танцевальные номера, писали сценарии торжественной части, монтировали видео о жизни в центре и так далее. Количество воспитанников детского дома у нас сокращается, иногда поднимается. Мы очень много устраиваем детей всеми. И за счёт этого у нас сейчас воспитываются 34 воспитанника, которые детском доме проживают только 29 воспитанников. Дети наши уехали в гостевые семьи и там и проживают. Поэтому мы очень много усиленно работ делаем именно устроить детей в семьях и возврат в кровной семье. Для Виктора Давлетша на день рождения центра – двойной праздник. Ведь он сам когда-то числился здесь воспитанником, а теперь занимает должность старшего воспитателя. В 2003 году он впервые переступил порог центра, а в седьмом классе его забрали в приёмную семью. Дальше были кадетская школа, Намский педагогический колледж, армия. И сейчас, по приглашению директора центра Василия Ильина, Виктор отдаёт своим подопечным то, чего ему самому так не хватало в детстве – ласку, понимание и уют в доме. Хотел бы занять, конечно, на кресло директора вот в этих вот стенах. У меня цель такая появилась, сейчас стараюсь, тоже поступил, ну поступать хочу на институт управления, хочу получить образование, управленческую должность. Ну и вот так вот идти делать не карьеру делать, а то есть посвятить всю жизнь вот этому дому, вот этим вот стенам. То есть такой план у меня есть. Завершился праздник вручением ценных подарков и сладостей воспитанникам, награждением благодарственными письмами отличившихся работников и совместным чаепитием с гостями. Виолетта Зосимова, Александр Юрков, НВК Сахахан, Голазский УЛУС.